По всему миру отмечается сегодня International Cat Day, Международный день кота. Международный день кота. И мы, конечно же, сегодня, 8 августа, тоже поздравляем наших котиков, которые сегодня громят российскую армию по всей Курской области. Да, акция украинской армии Курской области продолжается, и о ней мы сегодня много расскажем. Но начну сегодняшний выпуск «Шатерман» за сегодня с другого. Начну с тоже хороших новостей, с новостей с Олимпийских игр. Итак, наш боксер Александр Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей в бою за золотую медаль Олимпийских игр. И в результате у нас три олимпийских чемпиона. У нас есть Ярослава Могучих, прыжки в высоту, у нас есть наша сборная по фехтованию. Во главе, наверное, можно так сказать, с Ольгой Харлан. И вот теперь у нас Александр Хижняк, три олимпийских чемпиона. К сожалению, не будет золотой медали у еще одного нашего легендарного, можно сказать, борца, у Жана Белинюка, депутата Верховной Рады, олимпийского чемпиона. Он проиграл в полуфинале иранскому борцу. Чуть-чуть совсем не хватило для выхода в финал. Но сегодня, кто интересуется Олимпиадой, в 19-15 начинается, ну это, я не знаю, во сколько именно, бой, борцовская сессия. И, во-первых, в Жан Белинюк будет сражаться за бронзовую медаль против венгра Дэвида Лосончи. И за золотую медаль в финале, в другой весовой категории, будет биться украинский боксер Парвас Насибов, который будет тоже против иранского борца. Заметьте-ка, сколько символизма, да? Там иранцы, там иранцы, венгры. То есть такое ощущение, что наши борцы продолжают бороться так же, как наши дипломаты и наши военные. С теми же противниками, по большому счету. Ну ладно, с Венгрией мы боремся только дипломатически, а с Ираном-то как бы горячо. Ну а поэтому кто хочет, может смотреть сегодня. Ну а канал Штельман, как вы знаете, борется за почетное звание канала высокой культуры быта, ну то бишь за половину золотой кнопки. И кое-что удалось. За последние сутки на канал Штельман подписалось полторы тысячи человек. Полторы тысячи. Вот что Курская область животворящее делает. Может быть, есть хотя бы малейший, мелкий, пусть небольшой шанс, что за оставшиеся до юбилея канала 11 дней, все-таки, дорогие друзья, может быть, удастся на канале Штельман увидеть волшебную цифру вот здесь. 500 тысяч подписчиков. Пока, как вы видите, 475 тысяч. Пожалуйста, вливайтесь, вливайтесь в среды, подписывайтесь на канал Штельман. Сделать это очень просто. Внизу ссылка в описании и подписка или подписка или сабскрайб. Смотрите на другом канале, не поленитесь, перейдите на канал Штельман. Не знаете, как перейти? Напишите в поиске Шей Тельман, русскими буквами. Подпишитесь. Осталось немного мне, ну вот чуть-чуть, понимаете, это как Жан Белинюк, которому для победы над иранским борцом не хватило полшишечки буквально. Если бы он вогнал иранцу еще на полшишечки, а счет там был 3-3, он был бы сегодня в финале. Вот у меня такое ощущение, что я сейчас в полуфинале проигрываю какому-то иранскому несуществующему борцу. Поэтому очень прошу всех прямо сейчас взять паузу, спокойно подписаться. Фух. А я молчать не буду тем временем. Я не буду молчать, как молчат представители Российской Федерации по поводу событий, которые разворачиваются в Курск области. Знаете, вот мне за последние сутки очень много разных каналов обратилось на тему того, чтобы дать комментарии. Российские оппозиционеры в том числе. Я с многими разговариваю. Белорусское, кстати, оппозиционное телевидение тоже уже, естественно, всех интересует событие в Курской области. И не буду даже вам перечислять. Я думаю, что вы меня везде, как говорится, найдете. Вот у Плющева утром был. Вечером еще кое-кого буду, не скажу. Пусть для вас будет сюрприз. Утром был на белорусском. Оппозиционное телевидение Белсад, по-моему, называется. И только одна организация молчит. Только руководство Российской Федерации набрало в рот даже уже не воды, скорее всего. Ну, потому что, я думаю, то, что сделало с россиянами украинская армия за последние двое суток, это вот, да, то, о чем вы подумали. Российское руководство просто глотает обиду, как мне кажется, в этой ситуации. И вот вчерашнее заседание Совета Безопасности в таком усеченном виде. И вот так анонсировали, что заседание Совбеза, ну, как бы, позвали не всех, а только избранных. Расстановка сил была такая. Во главе стала Путин. По правую руку от Путина Шойгу, председатель все-таки. Вообще логично, да, как бы. Типа Совет Безопасности. А, он же секретарь. Правильно, Путин председатель, а Шойгу секретарь. Медведя не позвали, он всего лишь зам Путина. Значит, рядом с Шойгу Бортников, председатель ФСБ Российской Федерации. Слева Белоусов. И вот такие кадры красивые. У них какие-то бумажки, ручки. Вот внимательно, кто не поленится, изучите картину, потому что даже какие-то капли от соплей. Рядом с телефонным аппаратом капли для носа стоят у Путина. То есть залил себе очи, так сказать, перед тем, как выступить на этом заседании Совета Безопасности. Вы знаете, выступление Путина там не показали. Ограничились только тем, что Путин сказал на заседании правительства. А там он сказал, что Киев предпринял масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу по приграничной территории. И нужно небезотлагательно оказать помощь области. Да, по телевизору там выступал этот у них Герасимов, который сказал, что все, атака отбита, все захлебнулось. Хотя захлебнулись, мы знаем, участники совещания. И что, мол, сейчас все, выйдем на государственную границу. Но меня поразило молчание. Молчание ягнят. Вы поймите, это буквально, эти люди выглядят как ягнята. Ведь это те самые люди, которые непосредственно отвечают за то, что сегодня война идет на территории Российской Федерации. Путин, главнокомандующий, молчит. Говорит, надо гуманитарную помощь оказать. Провокация, говорит, ужасная провокация. В смысле? Так ты же за все это и отвечаешь. Братан, ты с ним должен бороться, а не заявлять, что это политолог, что ли? Вот реально, Путин выступает как политолог. Это провокация. А, да? А мы не знали просто, что это. Политолог, провокация. Белоусов. Мерзкий гнус Белый Ус. Он вообще-то министр обороны. Как бы должен был оборонять Россию от врагов. Ему слова не давали. Косорылым фашистам слова не давали, как сказала бы в этой ситуации. Мария Захарова. Значит, Белоусов не сказал ни слова тоже. То есть молчит на всю Россию. Шойгу. Ну, он занят, у него в Иране такие дела, он там с президентом ест Рахат-Лукум. Поэтому понятно, что когда ты ешь с президентом Ирана Рахат-Лукум, ты совершенно не задумываешься о том, что происходит на территории той страны, секретарем Совета Безопасности, которой ты являешься. Молчит. Бортников. Вообще-то войска, пограничные войска подчиняются ФСБ. Все вот эти срочники, я думаю, что вы за последнюю ночь уже все посмотрели видео, как наши солдаты берут в плен срочников. Знаете, что меня это напомнило? Там наши трое солдат берут в плен 40 россиян. Втроем берут в плен 40 россиян. Я вам скажу, у меня был родственник один в Израиле. И он воевал в войну судного дня в 1972-м, в 1973-м. И его послали, так как он недавно к тому моменту приехал жить только в Израиле, из Советского Союза, его послали в такие вспомогательные что ли части. И вот он говорит, наши, говорит, израильская армия взяли в плен десятки тысяч египтян. Десятки тысяч. Может даже сотни тысяч, врать не буду, но десятки тысяч точно. И, говорит, нас брали, сажают на джип, едут и говорят, вот смотрите, вот здесь там израильский батальон, не батальон даже это называется, а вот как это сказать, больше, да, то, чем батальон. Несколько тысяч египтян. И мы, говорит, втроем с винтовками, ну, с автоматами, естественно, охраняем несколько тысяч египтян. Несколько тысяч. Мы, говорит, у них даже оружие собрать не могли. Потому что куда мы положим все это оружие? А как будем от них охранять это оружие? То есть египтяне прямо с оружием сидят, а мы, говорит, втроем их охраняем. И все это посреди пустыни, потому что все это происходит на Синайском полуострове посреди пустыни. Говорит, ну, пить хочется вообще плохо как-то. И спать хочется. И к нам подходят египтяне, говорят, ребят, вы ложитесь спать, мы посторожим. Ха-ха-ха. Ну, да что, война уже кончилась. Уже деваться некуда все равно. Этим египтянам воевать совершенно неинтересно, и гибнуть никакого интереса вообще нет. Поэтому они несколько тысяч сдавались троим в этой ситуации. Вот вчерашняя картина была ровно такая же, о чем она говорила, эта картина, нам. Ну, не только о том, что наши солдаты храбрые, а там в России трусишки. Не только. О том, что это срочники, действительно, скорее всего. Которым нафиг не нужна эта война. Мы что, нанимались, что ли, воевать за нас? За вас? Вы чего? Эти люди пришли в армию, вы же видели допрос пленных. В декабре чувака в армию забрали, в августе мы его в плен берем. В хрен ему не вдулось вообще. В хрен ему не вдулось воевать за эту федерацию. Поэтому они сдаются. Вы видите, то есть второй ряд россиян вот за теми, кто воюет за деньги, уже больше никого нет. И вот удивительно. То есть, стоит председатель, ну, сидит председатель этого ФСБ Российской Федерации и просто тупо молчит. Молчание, ягнят. Вот это молчание, вся эта картина «Народ безмолвствует». Только тут наоборот, знаете, в картине «Народ безмолвствует», а здесь «Вожди безмолвствуют». Вот, я бы так назвал картину «Вожди безмолвствуют». Ну, она же «Молчание, ягнят». Ну, кстати, вы эту картину увидите у меня там на заставке к видео. Вот... Может быть, сбудется пророчество великого Александра Глебовича Невзорова. Он вчера назвал свое видео так, что я обзавидовался прям. Ну, я завидую, когда кто-то придумывает лучше меня, а я не придумал. Да, он назвал вчера свое видео «Курск тебя породил, Курск тебя и убьет». Естественно, про Путина. Курск, подводная лодка «Курс» породила его парадигму как президента в 2000 году. И вот сейчас Курск, надеемся, может быть, убьет Путина. Ну, честно, есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья, завтрашнего дня. Есть у меня надежда, что вот такое молчание, такое бессилие полное, оно покажет каким-то людям в России другим, что можно, в общем, этих ребят просто под нож пустить уже окончательно. Ну, тех, кто сидел в этом кабинете. Там же есть другая элита, какие-то другие люди. Нафига им вот эти молчащие ягнята? Ягнят ведь, знаете, сначала растят, а потом на шашлик. Да? Воголь, Воголь, шашлик из тебя будет. Вот. Фух, шашлик из тебя делать будем. Вот на это я надеюсь. Ну, смотрите, эти молчат. Ну, правда же? Ну, мы же ожидали другого. Мы сейчас ядерной дубиной, да мы сейчас такое тут устроим, да мы требуем немедленно, всем сейчас в дребезги, да мы по Америке нанесем удар. Он за какую-то фигню, что нам какую-то ракету дали, уже кричал. А тут у него Россию отбирают. Пофигу вообще, не может ему что сказать. Соответственно, в 10 раз громче из-за этого, из-за того, что Путин молчит, реакция других людей звучит в 10 раз громче. Во-первых, совершенно оглушительная реакция, конечно, прозвучала из Украины. Из Киева, из офиса президента Зеленского. Оглушительная реакция. Когда пытались туда дозвониться западные корреспонденты, им сказали, что нет, мы это не комментируем, ничего не знаем вообще. Что там, какой Курск, мы не в Курске. Вы не в Курске, я не в Курске. Я вообще в этих делах не Копенгаген, сказали из офиса президента Украины. Но это же другое молчание. То молчание лузеров, а это молчание винеров. Они молчат, и мы молчим. Но есть нюанс. Есть нюанс. Мы молчим, потому что у нас все хорошо. А вы почему молчите? Помните, Аркадий Исаакович Райкин выходил с Савойской на сцену. У него там были икра, балык, копченая колбаса. И молчал. Минуту. Зал такой в шоке. Он говорит, ну я-то молчу, потому что у меня все есть. А вы почему молчите? И вот украинское руководство молчит, потому что все получилось. Все получилось. И решили повести себя совершенно по-другому, чем в прошлом году. В прошлом году было громко анонсированное контрнаступление. Пытались психическую атаку провести на россиян. Запугать их. Не вышло. Они уперлись рогом и не побежали, не отступили. Как говорит последний анализ Института Руси, вот этого британского. Что одной из проблем оказалось то, что наши прорвали там, где нужно, подработено. А россияне не разбежались, как все этого ожидали. Так что мы слишком много говорили. Они, видимо, там, во-первых, уперлись рогом. Во-вторых, подогнали туда тех, кто способен был выстаивать, как-то, не знаю. Проверяли своих. И вот после глубокого анонса получилась глубокая засада у нас, к сожалению, год назад. А сейчас ровно наоборот. В полной тишине, ничего не говоря ни до, ни заметьте во время, мы спокойно забираем по площади 350 квадратных километров. Это то ли столько, что ли больше, чем было тогда контрнаступление прошлого года. На Запорожской области. 350 квадратных километров мы уже захватили российской земле. Единственная реакция, которая хоть как-то вообще прозвучала, и сейчас, кстати, россияне пытаются ее использовать, от того, что Михаил Подоляк сказал, что, ну, это нам усиливает переговорную позицию. Россияне такие, а, да, переговорную, переговорную, то есть можно где, а где тут переговорная, куда можно пройти, пожалуйста, подскажите, мы пройдем сразу переговорную, можно? Нет, вам в примерочную сейчас. Будем с вас мерки снимать для гробов, а не в переговорную. Подоляк, естественно, имел в виду, что мы будем область на область менять потом. Да, вы нам Херсонскую, мы вам. Мы вам Курскую, вы нам Запорожскую, мы вам Белгородскую. Ну, мы сейчас дойдем до количества областей, которые мы еще собираемся захватить. Ну, и понятно, что Подоляк же сказал, не Зеленский, да, есть нюансы, есть нюансы. Американцы. Вчерашние реакции я вам уже озвучил. Вчера же, кто не знает, был экстренный стрим вечером, я поэтому стараюсь не повторяться по сравнению с прошлым вчерашним стримом. Потому что все, кто подписан на меня вчера, естественно, пришли. Нас одновременно было 16,5 тысяч. А кто, кстати, не подписан, вы подпишитесь в следующий раз, чтобы не пропустить. Потому что я думаю, что вот этот, даже этот сюжет про бои в Курской области еще может породить спорадический стрим, самый неожиданный. Поэтому подпишитесь на канал Штельман прямо сейчас и поставьте лайк этому видео. Вчерашние американские реакции примерно были такие, что, дескать, ну, личное дело Украины. А вот теперь более подробная реакция. Более подробная реакция из Белого дома. Следует помнить, что оттуда Российская Федерация атакует Украину. В Белом доме пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что американская сторона свяжется с украинскими партнерами, чтобы получить больше деталей, вероятно, операция. То есть, заметьте, прошло уже два дня, мы свяжемся. Просто сейчас, ну, звонить сейчас, тариф высокий, именно межконтинентальные звонки. Да, мы обязательно свяжемся. Но в целом, говорит Жан-Пьер, в целом, как вы знаете, мы поддерживаем Украину в том, что она делает, защищаясь от российской агрессии. Мы считаем, что это очевидно, важно делать, поскольку мы говорим о демократии и свободе. И мы будем продолжать это делать, сказала госпожа Жан-Пьер. Она отказалась отвечать на вопрос, применяется ли американское оружие в этой потенциальной операции, напомнишь ли, что политика США остается неизменной. И вот вчерашнее это заявление, политика США остается неизменной, получила расшифровочку. Это сейчас сам зачитаю. Мы должны помнить, что очевидно в этом регионе, в Курской области, есть российские войска. Они там находятся, и одни из этого региона атакуют Украину. Следовательно, мы не можем об этом забывать. Что имела в виду госпожа Жан-Пьер? Итак, Байден, давая разрешение на использование американского оружия против территории Украины, указал прямо, но я не помню, он лично это указывал, или это был Остин, или это был Салливан, или даже Блинкен, сейчас не вспомню, что разрешение дается только бить по тем войскам, которые непосредственно наносят удары по Украине. То есть по военному училищу в Петропавловске-Камчатском пока американским оружием бить нельзя. А по этим можно. Они же из Курской области наносят удары. Значит, можно, пояснил Жан-Пьер. А Путин сейчас должен сказать, а мы же думали, что вы имеете в виду, что ну как бы ракетами только можно, правильно? Мы думали, что вы имеете в виду, что хаймарсами можно, а что заходить тоже можно? А Жан-Пьер такая Путин, а ты что думал, братан? В смысле? А ты думал, мы тебе прям с разъяснениями, с 18 звездочками, пункт 12, договор, что мы будем заключать, чем тебя от твоей войска можно уничтожать, по-разному. Как захотим, так и интерпретируем, правильно? Вот как Украина сейчас молчит для того, чтобы потом интерпретировать все ровно так, как захочется. Реакция России понятна. Реакция Украины понятна. Реакция американцев понятна. Европейцы просто тупо поддержали, сказали, Украина имеет право на самозащиту и на этом до свидания. Но нашелся один храбрец в России и один умный человек не в России. Российский храбрец – это, конечно же, Дмитрий Анатольевич Медведь. Он же Медведев, он же отсутствующий почему-то на заседании, видимо, в связи с особыми обстоятельствами, состоянием здоровья, заместитель Путина по Совету Безопасности. «Зачитываю, что он написал Медведь. Причины и цели террористической операции у коронацистов, это мы, в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике». Вот мне интересно, в какой аналитике отражены причины и цели вот этой операции в Курской области? Прямо реально, он где эту аналитику нашел? Он бы, может, ссылочки бы дал? Нет, серьезно, где аналитика? Ладно. «Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия и попытка разрядить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород и временное информационное превращение зрады в перемогу, необходимостью взять серьезный урок из случившего, исполнять то, что наш В. Герасимов пообещал В. Герасимов, пообещал Верховному главнокомандующему, беспощадно разгромить и уничтожить врага. Ну, хорошо. То есть, короче, объяснил, что это мы стягиваем туда войска россиян. Что правда, молодец. То есть аналитика не подвела. Медведева, видимо, сам тоже умеет описать. Но дальше начинается политика, а не аналитика. Есть еще одно важное политическое правовое последствие случившегося. С этого момента СВО, это они так войну называют, должна приобрести, внимание, открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий, наказания нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева, до Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле каких-то там признаваемых украинц украинского рейха. Об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Стоп, стоп, стоп. А Дмитрий Анатольевич Медведев, он 2022 год проспал весь, как сурок, что ли? В спячку впадал, как медведь, на 2022 год? В 2022 году российские войска шли на Одессу, пытались высадить десант, как вы помните, обстреливали из артиллерии корабельной Одессу. Российские войска шли на Харьков в 2022 году, полномасштабно абсолютно, пытались его окружить. До Днепропетровска было чуть далеко, но уж пытались. Ну, на Николаев, так даже вышли на кольцевую трассу Николаева. До Киева, да вот у меня тут на дороге стояли. То есть он решил, что теперь мы будем что? Мы теперь куда? А что было в 2022-м-то? Оно все и было. Но есть нюанс. В 2022-м россиянам было чем? Наступать на Киев, Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев, а сегодня им нечем защищать Белгород. Почувствуйте разницу, дорогие зрители. Вот сейчас серьезно. Я вроде, конечно, троллю этого самого Медведя, но давайте серьезно теперь посмотрим на все это его письмо. Он угрожает нам, что будет наступать на Киев. Угрожает. То есть в 2022-м году настоящая российская армия, полномасштабная, настоящими контрактниками, танками, сотнями вертолетов, да, с которых высаживали красиво десант в Гастомеле, огромными самолетами с десантурой, полномасштабно наступала на все эти города. Группировка в 200 тысяч. И теперь остался от нее один Медведь, который угрожает, что может повторить. А им нечем защитить Курск. Вы понимаете, насколько изменился расклад сил за два с половиной года? И когда мне говорят, что Украина в безвыходном положении, нет, это Россия в безвыходном положении. Это Россия сегодня в безвыходном положении. Судя по этому заявлению, Медведев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok